Приветствую вас, Инна. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте, и постараемся найти на него ответ, точнее вы даже вопросов своего как такового не задаёте, просто говорите о том, что запутались, и что у вас есть чувство вины, а вот как бы с чего вы хотите от психологов, но не очень, вообще говоря, понятно. Поэтому первое, на что хочется обратить ваше внимание, это на то, чтобы вы постарались сформулировать свой запрос, что вам нужно. Что вы хотите, какой помощи хотите, помощи в чём? Потому что пока не ясно, в каком направлении вы хотите двигаться. Условно говоря, есть чувство вины. Да, чувство вины есть, с ним можно, нужно работать. Чувство вины это прозлость про невыраженные, недостаточно выраженные ваши личные границы по отношению к родителям. Вот. Потому что, ну, очевидно, что родители у вас такие, с одной стороны, они как бы вроде бы с собой жертвуют ради вас и всё для вас делают, вот. Но, с другой стороны, это же, по сути, вас и подавляют. То есть, позиция ваших родителей такая, я живу для тебя, и, типа, поэтому ты мне должен. Вот. И вы пока этого, на мой взгляд, не замечаете, не замечаете того, что родители жертвуют с собой ради вас, но по факту ради себя, потому что, как бы, вы чувствуете вину. И вам, ну, необходимо учиться отделять ответственность свою и их. И если они делают что-то, то это их ответственность, если вы что-то делаете, это ваша ответственность. Но, может быть, вы это понимаете, вот. Но на более глубоком уровне, на уровне переживаний, мне кажется, вы в себе эту злость какую-то подавляете. Хотя, она и есть. И мне кажется, что вот этот вот ресурс, эту вот эту здоровую такую злость, которая у вас есть, которую вы подавляете, вам её нужно просто найти и позволите ей быть. Позвольте себе злиться на родителей, позвольте себе злиться на них, за то, за что Даши, может быть, не стоило бы злиться. Ну, чисто, так вот, объективно в кавычках, да. Вот, это первое. Второе. У вас, ну, что, нормально. В данном случае у вас не совсем адекватные требования к себе. Вот. Ну, потому что здесь есть... Требования ещё, опять же, ваших родителей. И вы требуете от себя, чтобы родители были счастливы, чтобы вы тоже были счастливы и запутались. Вы, по сути, в том, что хотите всех осчастлив. Вот. Это очень завышенные требования к себе. Потому что это невозможно. Ну, то есть невозможно оправдать ожидания других людей, при этом не обделив условно себя. И невозможно оправдать свои ожидания, то есть сделать что-то для себя, при этом не обделив, там, условно других людей. Это невозможно. Вот. Ну, тогда приходится выбирать. На момент такой, что ГАГНА, вы пытаетесь забросать ожидания других, вы игнорируете их ответственность за свою жизнь. Вот. И, как бы, подкрепляете, подкрепляете зависимое поведение с их стороны. Страны, вот. В данном случае, своих родителей. Вот. Которые, очевидно, живут вашей жизнью, живут вашим успехом. Вот. Но не собой, не своей жизнью, не своим успехом. В чем, собственно, здесь и заключается основная, как мне кажется, сложность. Поэтому в эмоциональном таком отделении, если угодно, от ваших родителей я видел бы задачи психолога. В нахождении в вас злости и выражения ее, ну, естественно, в адекватной форме, выражения ее в контакте с родителями, как способом, как способом восстановления границ, я вижу задачу психолога. Ну, задачу психотерапии, я вижу такую. Доверие в себе, я вижу задачу, как бы, психотерапии. И, наверное, ну, в целом, есть, знаете, такая у вас позиция, двоякое впечатление. Такое двоякое. Вы вроде бы человек целеустремленный, очевидно. Вроде бы вы готовы делать, ну, там, все, что нужно, но в то же время есть ощущение, что чувствуете вы себя какой-то не такой. Кстати, по поводу апатии здесь тоже довольно интересно. Почему? Потому что, вот, когда подавляются свои желания, собственно, то, чего хочу я, и идет попытка, ну, принять то, что извне, при том, что это чуще, при том, что это не нравится, при том, что это неактуально, неактуально, вот. Городки появляются забавно, появляются такое депрессивное состояние. В вашем случае, в вашем случае, вы оказываетесь в такой ситуации, когда что-то я хочу сделать, я не могу, то, что я должна сделать, я, как бы, делать не хочу, вот. Вот вы говорите, я сказала маме, что мне сложно. Вот понимаете, в том числе в чем штука? Вы уже взрослый человек. И, как бы, одна из особенностей взрослого человека в том, что человек берет ответственность на себя за свою жизнь. Понятно, могут быть варианты, могут быть сферы, где не получается брать на себя лично. Ответ всего ряда причин. Но в целом, это происходит так. И у этого есть как позитивная история, так и негативная. Позитивная история заключается в том, что вы сами себе хозяйка. Сам выбирайте, как вам жить, что делать и прочее, прочее, прочее. Это позитивная история. А негативная заключается в том, что люди сопротивляют, ну... Люди сопротивляют, понимаете, тому, что вы вот, ну, будете делать, как мне кажется. И это та цена, которую вы платите за свою ответственность. Вот. Понимаете? И вам нужно быть готовой к этому. Родители опекал вас привыкли к тому, что вы от них зависит. И им, конечно, сложно будет вас отпускать. Страшно сложно. Но если вы проявите упорство и спокойствие, терпимость, настолько, насколько для вас это возможно, то у вас все будет, в принципе, как мне кажется, хорошо. Да, отношения с родителями изменятся. Они станут, станут, станут другими. Они станут принципиально иными. Они станут более, если можно так выразиться, более взрослыми. То есть, немного отстраненными. Более равноправенными. Не такими, не такими, может быть, близкими, потому что не все люди готовы на близость, когда человек решает жить своей собственной жизнью, к сожалению. Но по-другому вы можете чувствовать себя достаточно болезненно, достаточно тяжело. По-другому вы можете чувствовать себя в таком состоянии, в каком вы чувствуете себя сейчас. И как бы мне кажется, что вам нужно выбирать, вам нужно сделать выбор. Этот выбор можете и способны сделать только вы. А вас этот выбор больше не сделает никто, к сожалению или к счастью. И я понимаю, как это может быть тяжело для вас. Я понимаю. И мы можем помочь, можем помочь вам в этих подплате. Но вам, мне кажется, страной нужно сделать выбор. И как мне кажется, отказаться от этой идеи, идеи всем помочь. Идеи всех удовлетворить. Идеи, при которой должны быть довольны все. Нет. Так не бывает. Так не бывает. К сожалению или к счастью, но так не бывает. Поэтому решать этот момент я предлагаю вам. Ну как бы выбирать я тоже предлагаю вам свои мысли какие-то. Я озвучил по данному вопросу вашему. Вот. Я надеюсь только, что вам это будет полезно. Надеюсь, вам это будет интересно. Я надеюсь на обратную связь. На мой ответ. Это позволило бы вам начать работу над собой. Вот. Это, ну, это, ну, позволило бы вам начать двигаться, ну, куда-то. Ну, на этом все. Удачи вам. Желаю всего самого доброго. Будем на связи. Обращайтесь. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Продолжение следует...